Друг мой, друг мой, вот приснятся, допустим, под утро семь или даже девять рыбьих почему-то хвостов. И пол под ногами вдруг не кстати возьмет, да и покачнется. Или, например, стыдливо зардеется опять же под утро все тот же самый восток. Ну и начнется, конечно, новый день, новый день начнется. Ну и что, ну и что? Ну, не так же уж страшно наедине, как говорится, с собой. Сидеть в ожидании новых чум или семилетних, в лучшем случае, боин. Я сам не знаю, куда подевалась, вдруг это самое, это самая боль. Так что, друг мой, друг мой, не верь, если зачем-то скажут тебе, что я очень-очень болен. Пришел-ушел, и будто бы не он, пускал по ветру легкие колечки. Кто он? Шпион? Трехкратный чемпион? Или седой из детства почтальон? Не Печкин? Нет. Какой еще там Печкин? А ты, гори, заветная звезда, одна лишь ты ни сука, ни училка, ни белка на заборе, ни бутылка, ни в поросячьем облике копилка. Ты лишь одна, как будто навсегда. И это так, не принимай всерьез. Сердечные забудутся уколы. А воз все там же, помнишь этот воз? Он все скрипел, но никуда не вез. Не помнишь, нет? Ну как же, возле школы. Там еще были липы, был там снег, еще чего-то было там такое. Вот вспомнил, шел навстречу человек, мне незнакомый, он достал Казбек и прикурил единственной рукой. А ты, гори, заветная звезда, тебя я вижу, а меня ты видишь, ты слышишь, как разнылись поезда, как на кольенку пролилась вода, как переходит бабушка на Идыш. Роль мальчика в истории Кто-нибудь из тех, кто недавно закончили школу, или, скажем, имеет детей школьного возраста, скажите мне, пожалуйста, вот что. Скажите, в школьных курсах литературы существуют ли до сих пор самые, будь они неладные, образы? Скажите, интересно же. Образы Татьяны, образы Наташи, Пьера и Андрея, образы помещиков, образы лишних людей, образы Ниловны и Павла Власова, образы малогвардейцев и все прочие образы, которые снятся мне до сих пор, потому что повторяются тягостные сны о тягостных школьных сочинениях. Недавно я почему-то задумался об образе мальчика в отечественной истории. Именно мальчика, с заглавной буквы. Мальчика трагический и всегда поучительный образ, которого, меняя обличие эпохи своего бытования, имена и роды занятий витает над нашими головами, помахивая ангельскими крылышками. В годы моего детства, в годовщины октября, в телевизоре показывали одни и те же документальные, в кавычках, кадры штурма Зимнего дворца с одними и тем же толпами революционного народа, штурмующими фотогеничные чугунные ворота, с одним и тем же не менее фотогеничным мальчиком, лихо взбирающимся по этим воротам. Он, этот мальчик, этот канонический парнишка с нарвской заставы, взбирался на ворота, чего-то там отпирал, после чего ворота эффектно распахивались, и ликующая революционная толпа, прокидывая на своем пути царские и цацки, а также путавшихся под ногами юнкеров, устремлялась внутрь двора, а на самом деле в светлое социалистическое будущее. Я был удивлен, узнав, какое-то время спустя, что этой хроникой были кадры действительно очень выразительные, снятые Сергеем Эзенштейном для игрового кинофильма «Октябрь», выпущенного к десятилетию исторического события. Фильм, уже не помню по каким причинам, был довольно быстро снят с проката, отдельные кадры из него стали впоследствии использовать как документальные. Ну и прочие реальные или выдуманные мальчики не давали нам уснуть. Сначала убиенный цесаревич Дмитрий и, соответственно, мальчики кровавые в глазах умирающего царя Бориса. Как язва и моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит. Пошнит и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать. Да некуда. Ужасно. Но образы некоторых кровавых мальчиков воспитывали мальчиков реальных живых. Незабвенный образ мальчика Павлика Морозова, настучавшего на своих родителей, стал на многие годы образцом для подражания для подрастающего поколения 30-х, 40-х, 50-х годов. Типологическое сходство со всемирно известным евангельским персонажем, предавшим учителя, никого особенно не смущало. Всесилия сугубо классового подхода к поступкам и высказываниям советских и прочих людей казались в те годы незыблемыми, и поколебать их не могли никакие параллели, очевидные для всего христианского мира, но абсолютно ничтожные для носителей пролетарского самосознания. Затем юный барабанщик из коммунистической немецкой песенки. Погиб наш юный барабанщик, но песня о нем не умрет. Эта песенка довоенная, но узнал я, и не задумываясь об ее исторических корнях, пел эту песенку в школьном хоре уже тогда, в те годы, когда прям сквозь наше детство с барабаном и горном сшествовала бесконечная череда пионеров-героев. Нас послевоенных детей воспитывали, точнее, пытались воспитывать на примере сверстников. Нет, все-таки не наших, но наших старших братьев-сестер, чьи трагедийные судьбы были назначены нам как образцы для подражания. Я до сих пор помню эти обложки, тонкие обложки книжек про юных героев, про пионеров-героев, про комсомольцев-героев, про всех прочих героев и героинь. Геройство было тогда непредставимо без полной гибели всерьез. Их было немало, и про каждого были книжки. И книжки эти надо было не только читать, но и писать по ним сочинения и делать по ним доклады. Но, скажу честно, мы, помимо всякой школьной обязаловки, читали эти книжки, наполненные избыточным садистскими ужасами, явочным путем выползавшими из мутного подсознания их авторов. Мне тоже, как многим мальчикам и девочкам моего поколения, снились по ночам пытки и расстрелы. Я тоже, как и многие сверстники и сверстницы, вскрикивал во сне. О мальчишеской среде шли бесконечные споры и дискуссии на тему «Вот если что, то какие пытки сможет выдержать каждый из нас? И не рассказать врагу, где закопан флаг пионерской дружины, и где спрятан классный журнал с нашими двойками». Мы были окружены со всех сторон этими агеографическими, то есть житийными сюжетами и, как сказали бы в наши дни, нарративами. Позже, примерно в 60-х годах, специфическая поэтика этих книжек и Михалково подобных стишков лезла в голову черноватого фольклора, получившего в народе название «Садистские стишки». Дети в подвале играли в гестапо, помните? Все понятно, все логично. Передозировка военно-патриотической продукции не смогла не отозваться в чем-то такого рода. И некоторые из этих стишков пародии, надо сказать, отдать им должное, радуют нас известным изяществом формы и достоверностью интонации. В ранние школьные годы я тоже, как угорел и читал, даже иногда перечитывал эти поучительные книжки, побуждающие взрывать вражеские составы, терпеть пытки и с гордо поднятой головой, как у Олега Кашевого в кинофильме «Молодая гвардия», идти на финальный расстрел. Я и мои дружки не то чтобы мечтали о такой участи, но постоянно пытались ее в своем воображении нацепить на себя. До поры до времени, разумеется. Но шло время, и мы, в отличие от удручающего значительного числа сограждан, все же повзрослели. С наступлением лихих девяностых образ мальчика слегка потуснел и слился с окружающей средой. А уже позже, ближе к нашим дням, мальчики снова стали выскакивать, как чертики из табакерки, из новостных сюжетов. Так героем новостных лент стал некоторое время мальчик, вполне, казалось бы, невинно поцелованный президентом в пупок, а чуть позже заведомо фейковый, но от этого еще более выразительный распятый мальчик из Донбасса. В этом окончательно уже халтурном сюжете инерция трагедийного образа мальчика иссякает и, подобно катушке, на которой закончилась кинопленка, со страшным стуком и грохотом крутится в холостую. Однако сопровождающим всю нашу жизнь образом не хотелось бы попрощаться насовсем. Пусть еще появятся в нашей жизни мальчики, только пусть не кровавые, не лезущие на ворота дворцов, не замученные до смерти злыми дядьками и тетками, не пишущие доносы на родных и близких, да и вообще ни на кого. А другие разумные, веселые, насмешливые, любопытные, наблюдательные, вроде того самого Андерсоновского мальчика, который когда-то отчетливо, не стесняясь, сообщил всем окружающим его взрослым, дядям, тетям о том, что и без того для многих было очевидно, хотя до поры до времени не сказано вслух о том, что король-то, того-с. Голубинная почта — это что это? Это вообще-то про что? Уж не про то ли, как голубь однажды нагадил на маминого пальто левый рукав? Не про то ли, что навсегда запомнил каждую пуговку и каждую ворсинку на этом таракотового цвета пальто? Не про то ли, что и после всего я пальто это буду помнить смертью и смерть поправ? И что ж за послание этот поганый голубь по своей голубинной почте хотел маме послать? Про какую такую думал он сообщить ей радость или лиху беду? Не про то ли беду неминучную горькую, которой так опасалась мать? Что у за гаражом курящего Сашки Целикова пойду я на поводу? Да, мама, да, я и правда пойду на поводу, не стану скрывать. У тех, кто за гаражом, за сараем и за три-девять земель, и не расти трава, чтобы от непонятной этой жизни время от времени получать по голубинной почте приветы, падающие на рукав. Имена и нравы. Когда-то я неплохо знал одну девочку, которая в самую свою вредоносную, пуберантную пору имела обыкновение коммуницировать со своими родителями примерно таким образом. Мать, допустим, спросила, расскажи, что было сегодня в школе? Были уроки, отвечала она. А тебя вызывали сегодня к доске? Да, вызывали. По каким предметам? По разным, понятно. И как? Что как? Ну, тебе поставили что-нибудь за твои ответы? Ставили. И что тебе поставили? Оценки. Я это вспоминаю всякий раз, когда натыкаюсь на некоторые театральные афиши. Кто поставил спектакль, спрашиваешь ты, у довольно скрытой и не слишком любезной афиши. Режиссер нехоти и слегка даже презрительно отвечает она. Явление это уже не вполне новое, но театральную и околотеатральную общественность, оно до сих пор будоражит. Я имею в виду возникшие одновременно с началом боевых действий в соседнем государстве причудливые обычаи заменять в театральных афишах и программках фамилий создателей и исполнителей спектаклей их функциями. Выглядит всегда смешно. Понятно, что речь идет о персонажах, которые по мнению разнообразного начальства или непомерно разросшейся популяции штатных и добровольных стукачей запятнали свои собственные имена какими-то не теми, какими следует, какими-то несозвучными текущему моменту высказываниями, жестами или шевелениями лицевых мышц. Такое явление вообще по-научному называется табу. У первобытных народов, свидетельствует википедия, табу – это религиозный запрет, налагаемый на какое-нибудь действие слова-предмет. Ну и на какие-то имена, само собой. Имена – это всегда серьезно. Магия имен, особенно для носителей первобытно-магического мышления, всегда актуальна и всегда всесильна. А потому вожди примитивных племен, а по-научному традиционных сообществ, а также приближенные к ним колдуны, шаманы, спикеры верхних и нижних палат и прикормленные телеведущие стараются не произносить вслух имена тех, кого вождь считает своими личными врагами или беревыше врагами своего племени. Бывает табу, так сказать, конвенциональные, а бывает индивидуальные. Бывает такое, даже часто, что человек в общении с другим избегает произносить вслух какое-то имя или слово. Одна моя однокурсница, например, не могла произнести слово «проститутка». Почему, не знаю. Ну, так не могла и все. Помню, как на экзамене по зарубежной литературе она отвечала что-то про Мапасана. Помню, как экзаменаторша мучительно вытягивала из нее ответ на вопрос, кем была Пышка из одноименной новеллы. Помню, как Люда, ее звали Люда, фамилию не помню, сидела вся красная с опущенным взором и тупо молчала. Ну, кто она была? Вы ж читали? Читала. Ну, так что, бедная девушка выдавила из себя несчастная Люда, зардевшись, да от волос до шеи. Вот этот новейший причудливый феномен сокрытия, не вполне безупречный с точки зрения вождей и шаманов имен, от целомудренных глаз у ушей веренного им населения, есть одна из примет новейших времен, самым красноречивым образом свидетельствующая об окончательной победе начально-чиновничном сознании мутной хтонической архаики. Между бесконечными и все более агрессивными по своему тону разговорами о традиционно-духовных ценностях и последовательным табуированием имен, обозначений социальных и этнических групп, даже географических названий, а также исторических или жизненных фактов, а также правовых аксиом, существует прямая непосредственная причина-следственная связь. Но есть и другие аспекты этого феномена, менее фатальные, но не менее, так скажем, занимательные. Можно, например, отметить очередное свидетельство того, что концептуалистическое художественное мышление тихо и сапое владело, если не массами, в полном объеме, то, по крайней мере, отдельными и довольно многочисленными их представителями. Можно повернуть тему так, что эти анонимные режиссеры, авторы пьес, суть проявления жестокого, пусть даже схематического, пусть даже и слегка догматического, но вполне последовательного концептуализма. Я вот, например, вспоминаю, что в годы зрелой перестройки, когда в широкую моду вошли разнообразные значки, я встретил совсем не артистического вида молодого человека, на пиджаке которого красовался самодельный значок с гордой надписью «Значок». Можно и так, но почему-то так не хочется. Тогда было интересно, а теперь нет. Пресловутая смерть автора, особенно если автор принимает свою гибель от рук, пришибленных допотопным сознанием и к тому же трусливых и невежественных идиотов, как-то совсем не греет душу, а греют душу коренные жители, конкретные и живые имена конкретных живых людей, имена дышащие, движущиеся, радующиеся, сомневающиеся, мыслящие и страдающие. Автор, вопреки широко известной Максиме, не умирает в тексте, а также в спектакле, в кинокартине, в симфонии. Он там оживает. И никакие эксцессы административно-полицейского табуирования ничего в этом смысле изменить не в силах. Даже наоборот. Вменяемый и любознательный человек, не привыкший к тому, что какие-то непонятные дяди, тети дозировали ему информацию, прочтя на афишу про анонимного режиссера, непременно найдет способ узнать его имя. А это имя, а также фамилия, а также биография и подслужной список, а также его базовые представления о жизни отчетливо проступают сквозь замазочку, сквозь любого безымянного режиссера. Поэтому мне часто вспоминается, что на визитной карточке нашего всего не было никаких слов, как поэт, литератор, камер, юнкер, ничего такого. На визитной карточке было всего два слова. Александр Пушкин. Он полагал, что этого более чем достаточно. И он был прав, конечно. Пробуем хотя бы последовать однажды правилам непонятно какой игры. Игры, сыграть в которую решился немного кто. Но молчи, говорят нам. Скрывайся и таи, говорят нам. До той самой поры. Покуда не настигнет вас однажды то самое, то есть это самое то. Попробуем хотя бы погреться однажды в очень редких теплых лучах. И была не была, попробуем взять от него понемногу и помешать в котле. И нарочито неуклюже письмо это положить во главу угла, чтобы вдруг и получится заглушить, наконец, тот дух пленительный маминых безвозвратных котлет. Ну попробуем хотя бы проследить однажды за течением совсем еще юной реки. Туда, в ту сторону, где молча умирает и светлая влага, и темная грязь. Или попробуем хотя бы сочинить однажды мемонические восемь строчек, как правило, допустим, правой руки. Жизнь, можно будет сказать тогда совсем, ну, просто совсем удалась. Ну, во-первых, с новым все-таки годом. Скажу честно, делаю я это без особых бенгальских игр и перехватывающих дыхание шампанских хлопков. Да и само слово «хлопок» настраивает сегодня совсем на другую волну. Но все равно надо ведь что-то пожелать. И всем нам вместе, каждому в отдельности. Это только кажется, что все те, кому я в данном случае обращаюсь, объединены парой-тройкой общих заветных пожеланий, тайных надежд и нетерпеливых ожиданий. Все это так, но хочется пожелать чего-то еще самого главного, самого необходимого. Но ведь и главное – необходимые у каждого свои. Так что приходится желать другому то, что желаешь самому себе. Поэтому желаю всем нам прежде всего бодрости. Это хорошее и емкое понятие, соединяющее все здоровье, душевную ядность, дружеское любопытство по отношению к другому и непонятному. Своим подсознанием мы не управляем, нам это не дано. В подсознании нашем варятся, булькают вещества, ничуть не более аппетитные, чем те, которые булькают и варятся в наших прямых и кривых кишках. Иногда какая-то дрянь из подсознания выскакивает прямо в сознание, чтобы испытать нас, и тогда вступает или не вступает в действие то, что, собственно, называется культурой, то есть умение или неумение фильтровать базар. Это самое фильтрование базара и есть культура. Культура именно это, а не то, что находится в ведении одноименного министерства. Те или иные формы ксенофобии присущи каждому. Каждый имеет свой набор психологических стереотипов своего чужого. Оси, на полюсах которых располагаются эти стереотипы, у всех разные. Но все так или иначе мы делимся на своих и чужих различия лишь в уровне общественной и индивидуальной цивилизованности. Самое простейшее, а потому самое соблазнительное деление проходит по расовым или родоплеменным признакам. И об этом в приличных обществах давно уже не говорят. Бывает и посложнее. Мы делимся не только на белых, черных китайцев, французов или на фанатов Челси или Милана. Мы делимся по профессиональному, идейному, эстетическому Бог знает еще каким признакам и приметам. Некоторые из этих примет, признаков и вовсе не поддаются формализации. Смогу ли я объяснить, почему для меня почти нестерпимым представлять тот или иной тип физиономии, тот или иной тембр голоса или та или иная мимика или жестикуляция? Не могу я этого объяснить. Ибо в этой неприязни что-то допотопное, родовое, генетическое, доречивое, дорефлексивное. Мы все разные. И глупо отрицать не только этот факт, но и факт того, что на различной глубине залегания таим внутри себя непримиримость к чужому, непримиримость, без которой нам кажется неполноценным осознание своего. Вопрос лишь в том, в какой мере мы даем волю своим мутным инстинктам. Другие хуже нас или они лучше нас? Вроде как в том анекдоте про незванного гостя и татарина. Интересный ведь вопрос. И это вопрос установки. Для одних обыкновенность и привычность крайне притягательна, для других скучна и монотонна. Мне вот, например, всегда казалось, что они, которые другие, не то чтобы лучше, но интереснее нас, таких заурядных и обыкновенных, к тому же другие не такие уж другие, как учат нас нелегкие, требующие усилий по украшению собственных суеверий, опыт. Ксенофобия, увы, естественна. И то, что принято в наши дни называть политкорректностью, разумеется, не способно отменить и не отменяет некоторых свойственных человеку суеверий и предрассудков. Оно лишь переходит в их разряд физиологических оправлений. Расхожая формула, что естественно, то не безобразно, подвергается серьезной ревизии. Бывает так, что именно безобразно. И даже совсем нередко. У искусства, в том числе и современного, помимо прочих многочисленных функций, есть еще одна. Эта функция, которую в современной цивилизации выполняет представьте себе канализация. Это не обидно для искусства. Это для него почетно. Поэтому лишь искусство, а я в этом глубоко убежден, вправе нарушать любые табу, культурные конвенции и даже общественные приличия. Но в той лишь мере, в какой само это нарушение является фактом конструктивным, в какой оно работает на порождение новых смыслов, новых способов решения сложных этических задач. Да, повторяю, именно дружелюбного любопытства я желаю всем нам. Именно по отношению к другому и непонятному новому. К новому, да. Поэтому в привычном, с самого раннего детства, словочитании «Новый год» в качестве ключевого слова я решительно выделяю слово «новый». Есть время никого не трогать с пяти примерно до шести, когда какой-то как бы коготь неспешно роется в шерсти. Есть время ничего не тратить, от вечера до четверга. Как станет щелика напатить, вечно гонимая пурга. Как станут временные силы, то уходить, то приходить. И станут отчие могилы, нас торопиться, торопить. И нынче, в самый раз отчалить, в китайском папином плаще. Есть время никого не жалить, и не жалеть, и вообще. Девять тезисов против уныния. Во-первых, уныние – это вообще один из смертных грехов. Причем это правило распространяется как на очень верующих, так и на не очень. Во-вторых, мы обо всем помним и ничего не забываем. И память дана нам в том числе и в качестве парашюта. С ней мы не падаем, а лишь приземляемся. В-третьих, не знаю кто как, а я лично уверен в том, что история работает на нас. Ее хрен остановишь. Помешать, притормозить – да, и они этим и занимаются. Причем из последних сил. Но остановить нет, нельзя. Поможем истории, кто чем может. В-четвертых, надо почаще смотреть друг на друга. Вы только посмотрите, насколько мы все прекрасные. То есть я имею в виду, вы все прекрасные. Посмотрели? Хорошо. Дальше идти легче и веселее. В-пятых, кто они вообще такие? Кто они и кто мы? У них, конечно, есть дубины. И это, прямо скажем, аргумент. Но дубины в условиях полного отсутствия любви и разума имеют устойчивую тенденцию терять потенцию. А у нас есть мозги и сердца. Это товар долговечный. В-шестых, мы не смирились. Мы не позволили проделать с собой то, что психиатрия называется вовлечением в бред. И это главное. А потому наше сопротивление обязательно будет искать и находить новые формы и жанры. В-седьмых, я прочитал когда-то у Виктора Шкловского замечательное место. И нужно не лезть в большую литературу. Потому что большая литература окажется там, где мы будем спокойно стоять и настаивать, что это место самое важное. Это, понятное дело, касается не только литературы. Спокойно стоять и настаивать. Место ли здесь для уныния? В-восьмых, жизнь, в общем-то говоря, прекрасна. Попробуйте-ка не согласиться. В-девятых, вот прямо передо мной лежит открытая книжка. В ней написано, самое главное – это найти наиболее адекватную форму сочувствия друг к другу. Это моя, между прочим, книжка. А я привык себе доверять. Жизнь коротка, друзья. Потерпите немного. Не позорьтесь. Не надо портить себе некролог. Подвигов от вас никто не требует. Но выбор всегда есть. Лев Рубинштейн Лев Рубинштейн Лев Редактор субтитров А.Семкин